так всем доброго дня у нас на ремонт очередной атлант значит суть проблема такая клиент жалов а на характерно стук но не шум а именно стук по приезду клиенту вращая барабан мы слышим такой идет и сам барабан трется об резину люфт пушки вот тоже имеется то есть мое предположение что здесь лопнула крестовинка поэтому будем разбирать сейчас и смотреть ну как обычным откручиваем болты по контуру и смотрим что дальше еще хотел рассказать такую закономерность я хуею с нашего атланта честно вот эти места где крепится пружина которая держит не что положить какую-нибудь пластиковую какого-то на крючок чтобы не пропиливала барабан они тупо херящат эту смазку блядскую на мой взгляд которая тупо ничего здесь не дает и вот видите здесь уже начинают разрезать и в дальнейшем если здесь ничего не сделать просто тупо оторвет ухо неужели за еще придумать это бред полный так ладно располовинили мы видим стандарт вот я показывал вот то что я говорил люфт был пилила барабан изнутри по пластику ну дырки не сквозные потом еще ничего страшного хочу показать какой люфт бака барабана когда при вращении вы понимали если это видно да видно жесть полнейшая ладно разбираем переворачиваем так у нас тут стандартный шестигранник выкручиваем снимаем их сломал головку качество головок наше время желает лучшего пойдет она на утиль то головку у нас идет на т-40 откручиваем так открутили сюда так что мы видим если видно трещина изнутри барабана прямо и тут прям капец здесь трещинка здесь трещинка там внутри наверно полная жопа извините за выражение судя потому что и здесь еще трещина прям такая конкретная так не видно ладно смотрим стандартная ситуация выкрутили шкив не достается точнее вал не достается поэтому накручиваем болт переворачиваем берем молоточек и немножко надо попросить только обязательно до конца закрутить чтобы не срывать резьбу погнали так все волну шел то что говорим все таки вал сгнил напрочь если видим то есть он полностью вот это вот этот луч оторваны за счет этого люфт и получился поэтому меняем сейчас крестовинку старинка откручивается тоже шестигранником раз-два-три все это дело меняем здесь у нас что это грязь грязь мы убираем ну что мне вот такой вот шпатель обычным шпателем все вот это какашка которая собирается она хорошо уходит видите как стенка лопнула прям ну это ничего страшного то можно запаять и все будет работать это за большие вибрации больше была большая вибрация потому что кристалином было сломано и пластик дал трещинку берем хороший паяльник мощный запаиваем как с этой стороны то же самое с той стороны и все будет хорошо сейчас достанем подшипники еще посмотрим как состояние внутри так подшипники мы достали здесь у нас идет 205 то внутренние наружные 204 и сальник так сальник 3052 8 с половиной 10 с половиной ну стандартным меняем так стать вот длина вала если кому-то понадобится ли кто-то будет сделать под 204 205 так приехал он крестовинка выглядит вот так вот это восстановленная лучи все целые посадочное место ой посадочное место место там где крутится сальник эти как он в состоянии по сравнению с этим меняем откручиваем раз-два-три и снимаем и 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 Вот что получилось от крестовинки. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.